У нас сегодня плюс 10. Это чёрная смородина. Такие почки набухли. На улице невероятно тепло. Удивительно просто. Плюс 10. Тёплый ветер южный. Не хотела выходить благодаря Эльзе. Всё-таки выбралась. Сегодня будут ровить наши местные сплетни. Сплетни новостей. Новости сплетни. Что у нас в Латвии происходит. Всё. Нагулялась. Сегодня прогулка с Эльзой закончилась немножко неудачно. Что случилось, расскажу на втором канале. Овчарка Эльза и 7 котов. Заранее говорю, что ничего страшного не случилось. Но, тем не менее, пришлось вернуться домой. Несмотря на то, что погода отличная. Тёплый ветер. Замечательно. Но не удалось погулять. Сегодня новости. Наши латвийские. Новости сплетни. Первая новость. Даже не новость. А ситуация, которая произошла на борту самолёта. Рига-Дублин. С борта самолёта сняли мужчину. Латыша. Уточняю. Латыша. По профессии сварщик, который отправлялся в Дублин. В столицу Ирландии. Но его сняли с самолёта. По какой причине? По причине, как было написано, сильного опьянения. В интернете было несколько роликов. В твиттере. Я внимательно эту ситуацию изучила. Рассмотрела, прочитала. Всё, что было написано. И пришла к выводу, что мне жалко этого человека. Да, конечно. Он был в сильном опьянении. Но, тем не менее, на борту ведь разрешено употребление алкоголя. А, возможно, у человека фобия. Возможно, он боится летать. И каждый раз, когда он летит, он употребляет. И на сей раз он как бы немножко-немножко переборщил. Но там очень большой акцент был на те слова, которые он употреблял в своей речи. Кто вызвал полицию, как это случилось, что он делал, оскорблял ли кого-то. Или он там буянил, или на кого-то набрасывался. Но ничего в статье не было написано. Ничего. Я видела только ролик, когда мужчина уже был в самолёте. Его пропустили через все проходные пункты. Его пропустили на борт самолёта. И потом вызывают полицию. Как полицейский профессиональным движением валит его на пол. Там сзади кто-то снимает. Поэтому уже ролик он в интернете. Мужчина перед этим просто ругался. Использовал слова на букву Б и на букву Х. И вот этому был придан особый акцент. Использование этих слов. И когда я открыла комментарии в Твиттере. Там я не знаю, сколько было этих комментариев. Я почти все их прочитала. Все очень-очень возмущались. Как так? Это вот недостойно латыша. Вот мы понимаем. Там ватники используют. Ну, они уже там, что с них возьмёшь. Да, они используют эти слова. А тут позор. Латвия использует слова на букву Б, на букву Х. Я одного не понимаю. Раньше использовали, об этом не было речи. Раньше не было позора. А теперь это позор. Не, ну, конечно, это некрасиво ругаться. Некрасиво ругаться. Да, использовать такие слова. Но всё-таки я к чему говорю? К тому, что после того, как я всю эту ситуацию изучила, я пришла к выводу, что мне жалко этого человека. Человек профессионал. Профессиональный сварщик. Летит в Ирландию, не имеет возможности здесь работать. Ну, может быть, имеет. Но здесь маленькие у нас зарплаты. Трудно выжить с этими ценами. Работает в Ирландии. Каким-то образом, опять же, способствует тому, что латвийская экономика как-то ещё существовала. Потому что он приезжает сюда, прилетает здесь, тратит свои деньги, заработанные в Ирландии. Вот. И вот так вот с ним поступили. Сняли его с самолёта. Тут можно, конечно, говорить, что он был неправ. Но я не знаю, почему, мне его стало жалко. И я считаю, что там ничего такого криминального не было. Можно было как-то его успокоить. И сразу же не вызывать вот эту полицию. И снимать его с рейса. Не знаю, мне его стало жалко. Потом ещё там кто-то его снял, то ли в аэропорту, то ли где-то около торгового центра. Он вроде как опять там сидел, вроде как с бутылочкой, не знаю, или с баночкой. И опять жаловался на свою судьбу. Вот. И вот эти несчастные слова на букву Б, на букву Х как бы испортили человеку жизнь. А может и испортили. Вдруг его уже не примут там на работу, он не явился, уволят. Ну, кто его знает, как там дальше всё это получится. Вот так вот. Ещё есть какая-то ерунда происходит, я не знаю. И там так все возмущались, да. Знаете, мне понравился такой комментарий. Один мужчина написал, тоже, кстати, латыш, написал, что... Почитала я эти все комментарии, я пришёл к выводу, что лучшая закуска для латыша – это другой латыш. Ну, действительно, как-то мы такие нетерпимые, такие нетолерантные к своим же людям, к своим же гражданам. Вот. Не знаю, как вы считаете, надо... Ну, вот кто в курсе, как вы считаете, кто в курсе вот этой ситуации? Можно ли было как-то вот по-другому поступить в данной ситуации? Если я уже начала вот эту тему по поводу алкоголя, хочу её продолжить. Мне как раз вспомнилось, как я работала в Ирландии. Вот я только туда прилетела, устроилась, и буквально, наверное, я не знаю, они после меня приехали или передо мной. Вот не помню. В общем, там приехали ещё два парня. Они были из Даугопилского района. Два брата-близнеца. И я, когда их увидела, я думаю, ну всё, они здесь долго не проработают. Эти ребята стали приходить на работу постоянно в состоянии похмелья, так скажем. И это было очень хорошо видно по их внешности, по внешнему виду и по их дыханию. Но вы знаете, каково было моё удивление, вот насколько ирландцы так терпимо относятся к людям, к таким людям. Они там долго работали. Иногда они приходили, я помню, там и с синяками, и просто ужасно выглядели. Но они сидели, они работали, они хорошо выполняли свою работу, аккуратно, в отличие, кстати, от многих ирландцев, трезвых ирландцев. Вот, всё у меня было тип-топ, чистенько, аккуратненько, быстро. Парни молодые ещё были, сколько им там было, лет по 28. Вот, но, конечно, их вид, не, они там ничего не ругались, как бы нормально себя вели на работе, и поэтому абсолютно никто им не делал никаких замечаний. Вот, я не знаю, у нас бы, если вот так, наверное, бы люди ходили на работу в таком состоянии. Мне всё время казалось, что вот-вот-вот их оттуда, ну, просто выгонят, да. А это, конечно, не так страшно, если здесь, да, выгоняют, ты дома живёшь. А там же они жили, снимали жилплощадь, им нужно было платить. Я думаю, а что они будут делать? И тогда ещё было не так просто, не было таких дешёвых рейсов, как сейчас РНР летает, чтобы вернуться обратно. Я помню, тогда я летела, мне билет обошёлся 500 долларов. Тогда у нас ещё был лад, и вот рейс, аэроболтик, по-моему, я летала, аэроболтиком. Причём это был не прямой рейс, это был рейс с пересадкой, по-моему, через Прагу я летела. Так что я была, конечно, в шоке. Ну, а они, естественно, получали там зарплату, и они её тут же тратили. Там алкоголь тоже был страшно дорогой. Вот, то есть у них таких денег не было. Я думала, что они будут делать? Так вы понимаете, они там ещё поработали, поработали, и сами оттуда ушли, сами уволились, недовольные тем, что им там мало платят. Это, конечно, было вообще непредсказуемо. У ирландцев абсолютно другое отношение. Они сами всегда не могли дождаться этой пятницы, и как только пятница, они тут же бежали в пабы. У них пабы все забиты были, помню. Я не знаю, как сейчас в Ирландии, какая ситуация. Но тогда, когда я работала в 2000 году, в паб не пройти. Я пару раз туда заходила. Когда я видела эту обстановку, я была просто в ужасе. Во-первых, туда не зайти. Там просто толпа народа. Летом около паба толпа народа. Сейчас не знаю. Тогда вот были такие времена. И они там вот проводили все свое, как бы, свободное время, орландцы. Я помню, я сижу, мне девчонки говорят, орландки же. Зана, do you want to go to pub? Там, on Friday или еще какой-то день. Я говорю, no, I don't like your pubs. Они такие, why, why? Я говорю, ну нет, у нас нет пабы. Я как бы тоже там не хотела их как-то обидеть. Я говорю, нет, мы, в общем, не привыкли так вот ходить по пабам. Ну, у нас немножко другая культура. А вот как бы с их культурой, для их культуры это вот нормальное времяпрепровождение. Пока снимала, уже остемнело. Ролик короткий получается, а вот сидишь, снимаешь, думаешь, переснимаешь, вспоминаешь что-то еще интересное. Я, кстати, еще недорассказала вот про этих парней. Что же с ними дальше произошло? С работы-то их, конечно, не уволили. Они сами ушли. Но пока они еще работали на этой работе, их выгнали с квартиры, где они жили. Они жили не на квартире, а в доме, в семье. И вот я помню, они английским не владели. А мы тогда же приехали еще там по трудовому договору, там с разрешением. И все это не так просто было, как сейчас. Там приезжаешь, сам ищешь себе жилье и работу, и ничего не нужно. Тогда было гораздо все сложнее. Ну, так вот, значит, эти ребята были поселены в семью. Она скурировала одна женщина. То есть была связь между той женщиной, в общем, кем она там являлась, это неважно, и фирмой, которая здесь, в Латвии, была. Ну, так вот, значит, хозяин дома, где жили эти парни, позвонил на работу, в общем, нажаловался на них. Ну, видно, они там приходили, выпивали. А там же, знаете, какие дома в Ирландии, да, там из фанеры сделаны. Ну, видимо, шумели там, громко говорили, я еще не знаю, что они там делали. Стенки тонкие, все слышно, конечно, я так понимаю, что они там их достали. А с ними они как бы, ну, вообще они не знали английского, эти ребята. Вот, так они позвонили на работу. Нет, они позвонили в эту фирму этой женщине. Она их устраивала, меня устраивала жить где, да, в семью. И их тоже устраивала. Ну, и всех там остальных устраивала, кто приезжал тогда работать в Ирландию. И, значит, они позвонили хозяева этой женщине. Женщина приехала на работу. Меня, значит, вызвали как переводчика. И она говорит, вот хозяин жаловался, просил их съехать. Ну, и я как бы спокойно им говорю, слушайте, ребята, говорю, такая ситуация, вас просят съехать. Вот звонили, вот передали. И, боже, они спустили полкана на меня. Виновата была только я. Начали кричать, матом крыть. Вот, ну, я тоже, конечно, сказала все, что я думаю после таких слов. Вот, эта женщина стояла, выкатив глаза. Она, видимо, поняла, что происходит. Говорит, все, говорит, вы идите, спасибо большое. Все, мол, идите, да. То есть она меня отправила от них подальше. Ну, потом они вроде как бы успокоились. Но на тот момент они были очень злые. Потом нет, все нормально. Я помню, там был вечер у нас и вечеринка на работе. Вот, мы там все нарядились. У нас там еще были девочки. Нет, еще одна была девочка. Она, правда, и стонка была. Мы нарядились, пришли на эту вечеринку. Наши парни нами восхищались. Сказали, что мы были там самые красивые женщины. Ну, на работу же мы, знаете, как ходили. Там халаты такие страшненькие нам ирландцы дали. Никакой красоты. А тут же вечеринка. Мы с этой девушкой из Эстонии, которая была, тоже там работала. Мы с ней как нарядились. Каблуки как одели. Прически как сделали. Красивые платья одели. А ирландки тогда, я не знаю, как сейчас, они не любили наряжаться. Они как бы и нарядились. Ну, знаете, вот это вот не те наряды были. И наши парни танцевали только с нами. Сказали, что наши девушки самые красивые. Вот так вот закончилось. Помню, у меня общение с этими ребятами. А потом я уже не знаю, что с ними было. Потому что они уволились. И я уже не знаю, как там дальше судьба их сложилась. Вернулись ли они в Латвию или остались в Ирландии. А может быть, они сейчас сидят и смотрят мой канал. И хейтят меня. Такое тоже все возможно. Ладно, я буду заканчивать сегодняшние свои байки. Уже много вам рассказала. Всем спасибо, кто меня выслушал до конца. Всем хорошего выходного. Завтра еще в воскресенье. До новых видео.